На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пистолет на границе. Сотрудники таможни предотвратили ввоз контрабанды. Взялись за дело с максимальной ответственностью. Силовики отработали алгоритмы противодействия терроризму. Кто еще не прибил топочные листы и не побелил печи в рейде со смотровой комиссии, побывал Алексей Немкевич. Когда пожарная безопасность – главная тема. О простых, но важных правилах жизни поговорим с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. А также крушение поезда и давка на эскалаторе – все самое шокирующее в постоянной рубрике «Я очевидец». И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В деревне Уза Будокошелевского района спасатели тушили гараж вместе с припаркованным в нем «Хонда Аккорд». В результате пожара огнем уничтожен автомобиль, кровля строения и имущество внутри. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Служебная собака кинологического отдела Гомельской таможни учуяла наркотик в автобусе, который следовал на Украину через пункт пропуска «Новая Гута». Тайник находился в личных вещах водителя, гражданина нашей страны. Вещество было завернуто в полимерную упаковку. Специалисты Комитета государственных экспертиз дали заключение, что это марихуана. Водитель автобуса задержан. Возбуждено уголовное дело. А накануне этого задержания инспекторы Гомельской таможни инициировали административный процесс в отношении гражданина России. Мужчина хотел перевести через границу крупную денежную сумму, эквивалентную 27 тысячам долларов США. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Новая Гута». Мужчина не задекларировал сумму и часть этих денег, 17 тысяч долларов, таможенники изъяли. На автодороге М-10 в районе Рандовского кладбища водитель малолитражки сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося. Авария для животного оказалась смертельной. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. В машине помята крыша и выбито лобовое стекло. Но люди не пострадали. В Гомеле в районе Химзаводского кольца на улице Объездной во время управления большегрузным автомобилем с прицепом скоропостижно скончался 29-летний водитель. К счастью, фура касательно задела металлическое ограждение, установленное вдоль края проезжей части, и остановилась. По факту смерти проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Огнеборцы Житковического района ликвидировали пожар в деревне Кольно. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу был обнаружен мужчина 81-го года рождения. Работники МЧС вынесли его на воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая после осмотра констатировала смерть. Огнем уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. А вот жителю Гомеля, живущему в многоэтажке Парическому проспекту, повезло гораздо больше. Сотрудники МЧС успели вытащить мужчину из квартиры, когда в ней вовсю полыхало пламя. В Мозырском районе молодой человек по дороге домой повредил 11 автомобилей. Выбивал фары, отрывал номера и дворники, выцарапывал нецензурные слова. Зачем – не рассказал. А началась эта история с выпивки и посиделок с друзьями. В итоге на парня завели уголовное дело. Оперативники наркоконтроля во время обыска нашли у жителя областного центра партию запрещенного к обороту некурительного табака. Под подозрение попал 21-летний житель Новобелецкого района Гомеля. Согласно оперативной информации, он занимался распространением насвая на центральном рынке. Во время проверки оперативники в этом лично убедились. В шкафу у гомельчанина был обнаружен черный пакет, в котором насвай был распасован по мелким дозам. В последнее время чаще стали фиксироваться случаи обнаружения и изъятия у людей оружия, боеприпасов и даже взрывчатых веществ. Неединичные попытки ввоза огнестрельного арсенала из-за рубежа. А в этом году возбуждено несколько уголовных дел о хищении его со складов воинских частей. Как говорил классик, если в начале пьесы на стене висит ружье, значит в конце оно обязательно выстрелит. Беларусь мирная страна, но ее история тоже знала теракты. Чтобы быть во всеоружии перед лицом новых угроз, силовики провели совместное учение. На этой неделе сотрудники гомельской таможни пресекли очередную попытку провоза оружия. В пассажирском поезде, следовавшем из Украины, был обнаружен пистолет. На его наличие в вагоне указала служебная собака. В результате осмотра купе под пассажирским сиденьем был обнаружен предмет, который визуально схожий с огнестрельным оружием. Для локализации угрозы жизни и здоровья граждан были вызваны сотрудники гомельского РОВД, а также гомельского таможника, органа дознания. В связи с установлением всех обстоятельств произошедшего, задержка поезда составила около двух с половиной часов. Сейчас на данный момент проводится дальнейшая проверка, а также назначена баллистическая экспертиза. Пистолет был направлен для проведения исследований в Управление Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области. Помимо типа, вида, марки и пригодности оружия к производству выстрелов, эксперты попытаются установить и его владельца. Представленный пистолет огнестрельным оружием не является. Он является газовым пистолетом калибра 8 мм производства Шадринского завода полиграфических машин Российской Федерации. Найденный пистолет, кстати, также запрещенный к свободному перемещению через границу, хоть и оказался не боевым, а газовым. Но сам факт его обнаружения красноречиво говорит, во-первых, о попытках ввоза оружия, и во-вторых, о профессионализме белорусских таможенников. Работу по пресечению провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также материалов экстремистского характера и наркотиков, таможенники проводят в тесном взаимодействии с органами пограничной службы. В 2018 году было выявлено два случая провоза наркотических средств. В четырех случаях было выявлено боеприпасы, общее их количество 159. Но не стоит забывать, что у нас полностью открыта граница с Россией, и у населения имеются собственные немалые запасы оружия, как охотничьего, так и боевого, на воинских складах. И здесь вся работа возлагается на милицию и Комитет государственной безопасности. За 9 месяцев 2018-го общее количество изъятого из незаконного оборота оружия составляет 342 единицы. Добровольно сдано почти 200. Выведено более 16 тысяч боеприпасов. Добровольно сдано свыше 11. Возбуждено 68 уголовных дел. Правоохранители не только держат руку на пульсе, полностью контролируя ситуацию, но и прорабатывают и другие варианты развития событий. С этой целью в Реческом районе на войсковом стрельбище были проведены совместные учения. В сборе по тактике и методике проведения осмотра места происшествия, связанного со взрывом, принимали участие около полусотни опытных следователей. Судебные эксперты, пограничники, сотрудники саперно-пиротехнической группы и МЧС. Вначале всем продемонстрировали основные виды боеприпасов и взрывчатых веществ, с образцами которых есть вероятность встретиться в практической служебной деятельности. Затем по замыслу учений на полигоне произошла серия взрывов разной мощности. На отдельном учебном секторе были смоделированы преступления, связанные с применением взрывного устройства на легковом автомобиле. Один был направленный взрыв, имя которой имитировал подрыв машины, примерно которая стоит в пробке, когда преступник может поставить верное устройство на крышу. И второй подрыв был произведен, когда мы сымитировали, что преступник заложил верное устройство под днище автомобиля. Для следователя, когда он начинает работать на месте происшествия, он должен прежде себя у себя в голове мысленно смоделировать ситуацию. Которая произошла, чтобы определить, как будет проходить осмотр, что ему надо сделать, на что обратить внимание. Поэтому, когда мы уже сейчас, вот сегодня впервые многие посмотрели, значит, как это происходит, то есть они уже на будущее, если, не дай бог, придется такие ситуации расследовать и такие места осматривать, то есть они уже будут иметь какое-то понятие, они уже смогут даже сегодня продумать, как бы они действовали на месте происшествия, как они должны подготовиться, где-то что-то еще дополнительно изучить, какую технику с собой использовать. Следователи и эксперты отрабатывали алгоритм совместных действий при осмотре места происшествия, в том числе по выявлению, фиксации и изъятию материальных следов, определяющих использованное взрывное устройство. Эксперты получили практический навод работы на местах происшествий по фактам подрыва. Они увидели воочию взрывы, которые произошли с различным эквивалентом подрыва, обозначили места происшествия, увидели, что образуется после взрыва, какие следы образуются, как их необходимо фиксировать, обнаруживать и изымать. Проведенные учения имели плановый характер. Правоохранители уверены, что смогут удержать ситуацию под контролем, но все же сочли не лишним на практике отработать схемы взаимодействия при ликвидации возможной внештатной ситуации, а также отработать первоочередные действия при расследовании подобных преступлений. Тепло не значит безопасно. В Гомеле смотровые комиссии продолжают проверять состояние печей в жилых домах. Причина более чем серьезная. Даже мелкие нарушения могут привести к трагедии. В основном горят дома в деревнях. Почему это происходит и как сократить печальный список, во время рейда выяснял Алексей Немкевич. Конец октября. На улице уже настоящая осень. Сырая и холодная погода заставляет людей садиться поближе к батарее в частном секторе. Вовсю топят печи. У сотрудников МЧС этот период считается одним из самых пожароопасных. Все дело в том, что народную мудрость, готовь сани летом, а телегу зимой многие игнорируют. Лишь единицы находят время заранее привести свои печи в порядок. Большинство же надеется, что их отопление продержится еще одну зиму. Разубеждать их вынуждена специальная комиссия. В состав комиссии входят представители МЧС, здравоохранения, милиции, энергонадзора. Печное отопление проверяем один раз в год. В случае обнаружения каких-либо замечаний общаемся с собственником, просим устранить и приходим повторно. И как показывает практика, больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. Даже небольшой дефект в печке может сыграть роковую роль, поэтому важно все тщательно проверить и посоветовать, как устранить неполадки. Что касаемо вашей печи, вам надо вот эти вот трещинки, что на теле печи, подштукатурить раствором печник, либо глину взять, подмазать. Избежать трагедии в некоторых случаях удается благодаря пожарному извещателю. Его сигнал спас уже не одну жизнь. Работает. Это кадры из деревни Головинцы Гомельского района. Там хозяин дома проснулся от звука сработавшего прибора. Мужчина, почувствовав запах дыма, успел разбудить жену с полуторагодовалым ребенком и выбежать на улицу. А вот в Мозырском районе избежать трагедии не удалось. Там на пожаре в дачном доме погибла женщина. Одна из версий причин возгорания – нарушение правил эксплуатации печей. К слову, только за октябрь в регионе произошло 12 похожих случаев. Чтобы уберечь себя от подобного, владельцам печей следует заранее позаботиться о безопасности. Так, предтопочный лист должен быть из негорючих материалов, а его размер – 50 на 70 сантиметров. Противопожарная отступка от сгораемых конструкций должна составлять не менее 26 сантиметров. Теперь поднимаемся на чердак. Толщина стенки дымохода здесь более 12 сантиметров. Важно соблюдать и расстояние от дымохода до горючих конструкций. Утеплитель необходимо засыпать песком. Важно помнить, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Алексей Немкевич, Павел Антонов. Специально для программы «Дефакто». Жизнь человека неотделима от окружения, потребностей, условий, обязанностей и обстоятельств. Но одни способны с ними совладать, а другие – нет. Именно беспечное поведение является краеугольным камнем в вопросе противопожарной безопасности людей. Редко, когда пожары происходят по независимым от нас обстоятельствам. Но гораздо чаще решающую роль играет человеческий фактор. О причинах и методах профилактики чрезвычайных ситуаций в быту поговорим сегодня с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как можно оценить сегодня степень готовности людей к отопительному периоду и исправность печей и теплогенерирующих устройств населения? В целом, серьезная работа проводится всеми заинтересованными в этом направлении. Нами, как тем субъектам профилактики правонарушений, чтобы упредить рост количества пожаров, возгораний, именно связанных с эксплуатацией отопительного оборудования. Особенно внимание уделяется, конечно, частному сектору, гражданам, где есть печное отопление. И мы за этот период проверили более 95% таких домовладений. Охватили, к сожалению, тот процент... Это в том числе и на селе, да? Да, это именно село и город в целом. Я говорю за территорию области. Мы охватили 95%. К сожалению, в те домовладения, которые используются для временного проживания, так называемой поддачи, мы попасть не смогли. И даже сегодняшняя статистика показывает о том, что есть проблемы. Уже сегодня, вроде бы, еще и халатки не наступили, но возгорания имеют место. И в основном связаны с тем, что граждане неправильно эксплуатируют печное отопление. И, кстати, о дачных домовладениях. Уже, по-моему, был случай в Мозоровском районе, когда погибла женщина. Погибла женщина, да. Мы сейчас разбираемся. Там и факт был, то, что использовало печное отопление, и факт был, конечно, нахождение ее в состоянии алкогольного опьянения. Тут два таких условия, которые привели к трагедии для ее близких, конечно, и для нас. Но об условиях мы еще поговорим. Какой объем нарушений и выписанных предписаний на сегодняшний день от сотрудников МЧС? В целом, мы всегда, приходя в домовладение, мы не преследуем цель наказать гражданина за то, что он не соблюдает те прописные истины, жизненные истины, чтобы сохранить свое имущество и создать безопасные условия для своей жизни. В первую очередь, мы стараемся разъяснить, рассказать, что надо сделать для того, чтобы жить и чувствовать себя безопасно. Как печь надо эксплуатировать. И в большей степени, к сожалению, граждане, сколько мы об этом не говорим, не приходят сами к нам, не обращаются к нам по тем телефонным линиям, которые сегодня мы предоставляем, выкладываем в интернете, чтобы оказать помощь в формировании безопасных условий проживания. В том числе, рассказать, что надо сделать с печкой, чтобы она служила долго верой и правдой и не приводила к каким-то трагическим моментам. А люди это могут сделать беспрепятственно, да? Беспрепятственно. И самое главное, что совершенно бесплатно, с выходом на место нашего специалиста, который расскажет, покажет и акцентирует внимание, как и на что надо уделить внимание. Люди думают, что печь это что-то постоянно один раз собрал, поштукатурил и все. Но на самом деле, почему так важно следить за состоянием печи и теплогенерирующих устройств? Я скажу даже больше, потому что срок эксплуатации печи 10 лет. То есть через 10 лет печную печку эту надо перекладывать. Но, к сожалению, наши граждане находят возможности тратить на какие-то свои вредные привычки, полученные за период своей жизни, чем на те приборы, которые будут им служить верой и правдой и привести к безопасности. А печь, да? Печь это мина замедленного действия. Если ты не залез на чердак в свое время, не посмотрел дымоход, не обслужил его, не поштукатурил, не побелил, не почистил его от сажи, не подготовил печь и ввел в эксплуатацию к отопительному сессуну планомерно, то есть протапливая каждый день по чуть-чуть, то, соответственно, жди трагедии. Если ты нарушаешь и топишь печь на ночь, тоже, возможно, трагедия, не соблюдая те условия, которые сегодня прописаны, в принципе, жизнью, есть и на наших сайтах, да, и в интернете сегодня, набери в поисковике, как безопасно эксплуатировать печь с рисунками, с картинками, видео, выскочат, только посмотри, удели 3-4 минуты и изучи этот вопрос. Главная инициатива. Мы уже говорили, что причина пожара – это, как правило, целый ряд факторов, да, это и, может быть, беспечное отношение к печам и теплогенерирующим устройствам, это и алкогольное пенение, и неосторожное обращение с огнем. Каковы сегодня принципы подхода к населению по профилактике пожароопасного поведения? Мы всегда знаем эти периоды, когда у нас идет всплеск трагедии, всплеск пожаров, возгораний в домовладениях, квартирах, это всегда связано с началом отопительного сезона, с наступлением холодов, да, и, как вы правильно называли, условия неразличны. Как преклонный возраст, когда гражданин не может и не способен при возникновении какого-то, кажется, маломерного источника зажигания, он не способен его в меру своих возрастных рамок, да, вовремя принять меры для того, чтобы его ликвидировать. Либо это нахождение человека в состоянии алкогольного пенения, когда он не отдает отчет своим действиям, да, тем последствиям, которым может привести, либо тем вредным привычкам закурил, да, есть привычка закурить, он закурил, но не контролирует дальнейший процесс, засыпает и, соответственно, травмируется. Даже сегодня, вчера в Гомеле произошел случай, сторож в 15.00 поступило сообщение о том, что он поступил в больницу, находится сейчас в реанимации, получил 20% ожога. Находясь на рабочем месте, да, злоупотребил, уснул и получил ожоги от обогревателя, на который облокотился. Соответственно, вот таких случаев их много сейчас, даже если брать последнюю неделю, 7 дней, мы потеряли 5 граждан. И основным условием было это нахождение в состоянии алкогольного пенения и вредная привычка, это курение. То есть люди греются не только теплогенерирующими устройствами? Да, ну и от своих вредных привычек. К сожалению, электропроводка – это тоже фактор повышенной опасности, и очень часто у людей она в ненадлежащем состоянии. Как нужно следить за этим, за этой сетью? Любой гражданин сегодня, да, имея жилье свое, конечно, должен отдавать отчет, что сегодня современный мир, электрооборудование входит в нашу жизнь массивно, да, у нас только сегодня пальцев не хватит у человека, чтобы пересчитать, сколько электрооборудования у него в доме находится, и он им пользуется. И нагрузка на сеть, та, которая была проложена 30-40 лет назад, она уже отличается. И плюс еще есть эксплуатация этой проводки. Если одножильный провод, что алюминиевый, что медный, срок его эксплуатации где-то в среднем 15 лет, а двухжильный в двойной изоляции кабель-провод, он эксплуатации где-то 30 лет, граждане должны понимать, что уже сегодня надо заблаговременно, если думать о своей безопасности, в том числе и о возможности перегрузки сети, возникновения каких-то аварийных режимов, приводящих к возгоранию и пожарам, они должны уже заблаговременно, да, это дорогостоящая тема, сегодня поменять в доме, в квартире, наверное, всю электропроводку. И затратно это надо, да, проштробить, выложить кабель, это потом ремонт делай, обои переклеивай. И в большей степени люди наши, к сожалению, так и относятся. Но надо планировать эти мероприятия заблаговременно, откладывая и накапливая соответствующий капитал, чтобы оставить то, что ты создал, то, что ты сохранил своим детям, внукам, чтобы они пользовались, это только приумножалось и росло благосостояние наших граждан. Сергей Николаевич, почему важно уделять вопросам пожарной безопасности с самого раннего детства? Даже если брать себя, да, мне вот сейчас некоторые, у меня уже есть какая-то жизненная позиция, свои жизненные отношения к тем либо иным моментам, да, происходящим вокруг. Ребенок – это тот гражданин, который только начинает делать первые шаги, и в принципе он впитывает в себя все, что происходит вокруг него. И поэтому, если сегодня мы будем вносить вот эти вот и закладывать моменты личной безопасности ко всему происходящему, не только пожарам, но и дорожной дисциплине, да, там, техники безопасности, всем этим моментам, то, конечно, сегодня брать около 20% граждан вообще умерших, как от старости, так и от внешних причин, мы их можем сберечь. Они могут приносить пользу обществу, государству, в котором они находятся. А чтобы это работало, это надо работать с детьми. Работать на том уровне, когда есть еще система образования, когда человек учится считать, учится писать, и также он учится, как вести себя в какой чрезвычайной ситуации, а наш мир, вы видите, как он меняется, как чрезвычайных ситуаций добавляется, да, вот недавно в интернете прочитал, там, в Туапсе выпали обильные осадки, да, я был сам там и думаю, как это в горной местности не могут затопить так дороги и нанести такой ущерб. А видите, как природа диктует свои условия. И гражданин должен об этом знать. Но, к сожалению, гражданин устроен так, чем старше он становится, тем вот обычная лень не дает ему возможность развиваться в каком-то таком направлении, которым он, ну, не желает развиваться, а именно в детском возрасте вот это вот заложить, и оно будет постоянно у ребенка, как показывает статистика, как показывают моменты с теми детьми, которыми мы уже давно занимаемся ими, да, и мы видим, что и они сегодня и спасают людей, и они сегодня оказывают помощь тем гражданам, которые плохо себя почувствовали, упали на улицы. Это все проходит через нас в Центр оперативного управления. Сегодня мы анализируем и видим, что таких людей в нашем обществе становится больше. Сергей Николаевич, большое спасибо за конструктивный разговор. Спасибо. Напомню, что в студии программы «Дефакто» вместе с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным мы обсуждали вопросы пожарной безопасности людей во время отопительного сезона. Далее рубрика «Я очевидец». Оставайтесь с нами, чтобы увидеть самые интересные кадры мобильных репортеров за неделю. Этот водитель заправлял свой автомобиль при работающем двигателе. Все бы ничего, но мужчине явно не повезло. Сначала под днищем авто от искры воспламенился бензобак, а затем пламя вырвалось и охватило машину и колонку. Ожоги получил водитель и пассажир. К счастью, не смертельные. Крушение поезда на Тайване. 22 человека погибли и более 170 получили травмы. Пассажирский состав региональных линий сошел с рельсов на скорости около 80 км в час. В результате крушения 5 из 8 вагонов поезда перевернулись и были повреждены. Состояние 10 пострадавших до сих пор оценивается как тяжелое. В Риме на станции метро произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА. Ступенчатое полотно с большой скоростью стало двигаться вниз. По данным итальянских властей, пострадали 20 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, с полуампутированной ступней. Почти все пострадавшие из России. Участники инцидента подали иск о возмещении ущерба. Автомобильный боулинг. Под таким названием выложили в сеть этот ролик из США. Легковушку, которая собиралась выехать на главную дорогу, снес грузовик, потерявший управление. Причем тот не ехал, а летел на иномарку Кубарем. Столкновение и обе машины в кювете. О погибших не сообщается. Мигранты едут в Новый Орлеан. Это видео стремительно набирает популярность в интернете. На платформах грузовиков выходцы из Бангладеш, Гаити, Конго и Шри-Ланка. Судя по видео, едут с ветерком и чувствуют себя неплохо. В поисках лучшей жизни эти люди идут на риск. Но, к сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Так увлекся перепиской в WhatsApp, что не заметил вооруженного ограбления. Сеть покоряет это видео, на котором мужчина не замечает преступника и даже при угрозах продолжает строчить сообщения. Он ничего не слышит и не видит, пишут пользователи. С головой погрузился в чат. Грабитель при этом успел обчистить кассу и не тронул непокорного посетителя бара. Вероятно, тоже его проигнорировал. Бывает. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова